Приветствую вас, и довольно любопытный вопрос вы задаете, значит, я бы даже сказал, нестандартный немного. То есть вот, в начале все, в принципе, в общем и целом, накатанно. Я даже вот вспомню ваш вопрос, который вы задавали какое-то время назад, и вся эта история с женатым мужчиной, который обещал развестись, но в итоге ничего не произошло. И вы правильно подцепились, что перестали с ним встречаться, но потом вот вам стала звонить его жена, и в конце вы с ней поговорили. И вы говорите, что все встало на свои места. И вот, понимаете, это довольно общая фраза. Все встало на свои места. То есть, что именно встало на свои места. А что именно вы поняли в результате разговора с женой этого человека, женой этого мужчины и так далее. Об этом вы не говорите. То есть, если я правильно вас понял, то вы убедились в том, что этот человек, мужчина, не собирался, значит, с ней разводиться, и в итоге хотел быть и с вами, и с ней. Но опять же, это догадка. Вы об этом ничего не говорите, не пишите. Вы говорите, она рассказала, какие у них отношения. Какие. Вы рассказали, какие у вас с ним. А какие у вас с ним, если вы перестали с ним, по сути, встречаться. Если вы перестали с ним, по сути, вообще взаимодействовать, то есть, какие у вас отношения. И к какому выводу вы пришли, там, тоже как бы, как бы, остается закатом. То есть, ну вот, да, вот была история, вот была ситуация. Да, вы поняли, что встречаться с женатым мужчиной нехорошо. Вы перестали это делать, но вам стала звонить его жена. То есть, здесь вот не совсем понятна, на мой взгляд, хронология. То есть, получается, его жена стала вам звонить, когда вы уже перестали встречаться. Здесь непонятно. Почему именно после того, как вы кричали встречаться, она вам начала звонить? И к чему вы пришли, какие выводы вы сделали? Вот. Из разговора с его женой. Далее вы говорите, он, конечно, узнал об этом. Сейчас меня проклинает и т.д. Это вы, как бы, задаете вопрос. Проклинает он вас или нет? Ну, вы знаете, опять же, вопрос ваш, он скорее, знаете, как, скорее, казапериком, наверное. Потому что мы не можем знать, что думает и что делает человек, который не является даже клиентом. То есть, вот, например, если вы, допустим, клиент, мы можем узнать что-то о вас, то мы не можем ничего узнать о человеке, о котором информацию предоставляете, например, вы. И поэтому говорить о том, о том, простреляет он вас или нет, можно весьма условно. Вот, как видится, ситуация мне, что если мой жена, ну, стал причаться с вами, будучи женатым, и обещал вам навестись, но этого не произошло, значит, человек не только думает о себе, и человек не только руководствуется своими интересами при выборе модели поведения своей, но и при этом человек не думает о других. То есть, он не думал, например, о жене своей, когда начинал с вами встречаться. Он не думал о вас, когда обещал вам, что разведется, да, но при этом ничего не происходило, он так и не развелся. То есть, вот, нету у мужчины вот такого мышления о других людях. А есть свои интересы. И понимаете, что произошло, вот, когда вы рассказали, по сути дела, о его жене о том, что у вас, вот, какие-то отношения, да, есть, что произошло. Вы сделали так, что мужчина, по сути дела, потерял возможность реализовать свои интересы. Он потерял возможность получить то, что хочет, то, чего хотел, может быть, от вас, то, чего хотел, может быть, от всей этой ситуации и так далее. Вы его этого лишили. И по факту, по факту, данная ситуация, естественно, породит фрустрацию у человека. И он будет обвинять вас в том, что из-за вас он не смог, например, получить то, чего хотел бы, то, чего хотел бы получить. Вот он не смог из-за этого, из-за вас. И в этом контексте, да, его поведение будет довольно негативным. В этом контексте он может даже посчитать, что вы разрушили его семью. Хотя, понятно, что никакой семьи мы не разрушали, но для человека эгоиста, если мы заглажаемся с тем, что мужчина эгоист, эгоист вот, по его поведению, то для человека эгоиста это абсолютно нормально. И я не думаю, что он прямо-таки, прямо-таки вас проклинает. Я думаю, что это просто будет к вам негативное отношение. Вот. Скорее всего, мужчина на открытую конфронтацию с вами не пойдет. То есть, эм, он, ну, если вы работаете вместе, то он не будет откровенно вступать с вами в конфликты на работе. То есть, он не будет с вами, эм, значит, выяснять отношения. Но на работе вам нужно вести себя очень осторожно, потому что, эм, он, скорее всего, не упустит возможности, эээ, значит, как-то вам навредить именно в конфликте вашей деятельности. Потому что, я еще раз повторю, а он считает, что вы, эээ, виноваты в том, эээ, что-то не произошло. То есть, вы несете ответственность, как бы, за, эээ, вот, то, что случилось. И ему это принять будет, эээ, довольно сложно. И, конечно же, человек не будет считать, что виноват во всем этом он. Надо сказать, что и ваша доля ответственности в этом есть тоже. Например, эээ, например, вы начали, начали, ээ, встречаться с мужчиной, с коллегой, который, к тому прочему, еще и женат. То есть, эээ, вы вот, эээ, не спрогнозировали, эээ, возможные варианты развития событий, эээ, которые могли с вами произойти. То есть, эээ, вот это, что сейчас есть, можно было бы вполне предсказать, предвидеть, если бы вы действовали более осмотрительно. И тогда встает, на мой взгляд, важный вопрос, очень важный вопрос встает. Чем вы, чем вы руководствовали при решении, при выборе такого типа отношений? То есть, для чего вы, эээ, встречались с этим мужчиной? Ну вот, эээ, казалось бы, эээ, понравился вам женатый? Вы ему понравились? Ну, казалось бы, есть взаимная симпатия, есть желание, например, быть вместе, эээ, но вы, как бы, защищали его. Отвечая себя, свои интересы, говорить о том, что вот, эээ, пока ты, например, эээ, не разведёшься, да, я, ну, не буду с тобой, я не буду с тобой в отношении. И это, как бы, это, как бы, такое вот условие, условие того, чтобы мужчина был слан. Но вы этого не сделали. Вы этого не сделали. Вы, как бы, просто вступили в отношения и всё. Значит, у вас была какая-то мотивация. Если у вас была какая-то мотивация, то вопрос, эээ, вопрос у меня возникает в следующий. Чем и почему вы руководствовались, эээ, в своём поведении по отношению к мужчине? Мотивация. Это очень важно, чтобы, эээ, чтобы в дальнейшем у вас, вот, подобных вещей не происходило. Чтобы вы всё-таки, эээ, в дальнейшем, эээ, вели себя, как бы, ну, более, более осознанно, знаете, чтобы вы вели себя более сознательно, чтобы вы не позволяли, вот, эээ, ситуации складываться, вот, эээ, таким образом. Далее, эээ, теперь вы говорите одно, эээ, насчёт, эээ, как себя вести, эээ, если мы коллегами работаем, по работе, как себя вести. Есть ситуация следующая, что, эээ, поскольку вы расстались, и, поскольку, ээээ, вы сейчас уже не вместе, эээ, то, я думаю, ээээ, самым лучшим вариантом для вас это, эээ, вести себя вежливо, ээээ, вести себя, ээээ, обходительно, вести себя сдержанно, и, ээээ, иметь в виду, что, ээээ, человек будет, ээээээ, как-то, Провоцировать вас На Конфликт То есть Будет Специально выводить вас На определенные эмоции Специально будет выводить вас На определенные Проявления Чтобы Как-то Провоцировать вас И Если вы Например будете спровоцированы То Мужчина сможет Вам грубо говоря Отомстить Вот Я думаю что именно Так Именно так Вам и нужно будет Довести На вопрос о том Что будет дальше Опять же Ответить Вам не представляется Возможным Потому что Это Психология То есть это не предсказание То что Будет дальше Зависит напрямую Только От вас То есть Вот как вы Себя Оставите Как вы Себя Будете Позиционировать Как вы Себя Будете Проявлять Вот так вот И будет развиваться Событие Мужчина Мужчина К вам Мужчина Мужчина К вам Будет конечно Настрой Негативно Это Совершенно Точнее И Это Пожалуй Нормально Для Него Но вам Нужно Думать О Себе Вам нужно Думать О своих Интересах И Вне Зависимости От того Что будет Дальше Вне Зависимости От того Там Что Будет Делать Мужчина Как он Будет Себя Вести И Прочее Прочее Вам Вне Зависимости От Этого Нужно Действовать Исходя Из Того Чего Вы Хотите Исходя Из Того Что Вам Нужно Исходя Из Того Что Вам Дорого И Ценно И Поэтому Поэтому Я Думаю Что Вы Сами Ситуацию В принципе В общем И целом Вполне Можете Обратить Себе Во благо Главное Не поддаваться На Обвинения Возможные Со стороны Мужчины Главное Не поддаваться На Возможные Провокации Со стороны Мужчины И Главное Не позволять Себя Скомплиментировать При этом При этом Важно Понимать Что Он Мужчинам Будучи Скажем так Обиденным Или Отверженным Он Будет Мешать Скорее всего Будет Мешать Вашей Работе И Если Так Если Он Будет Мешать Вашей Работе То Важно Решать Вопрос Именно Рабочий Вопрос Важно Решать В такой Рабочей Плоскости Что Это Значит Рабочей Плоскости Это Значит Что Не Делать Скидку На То Что Он Ваш Например Знакомый А Если Что-то Происходит В работе То Действовать Так Как Вы Действовали Если Этот Человек Ну Например Ничего Быть Для Вас Не Знать Допустим Допустим Да Вот Так Я Думаю Вам Нужно Будет Действовать Действовать То Есть Основной Момент На мой Вгляд Основной Важный Момент На мой Вгляд Заключается В том Что Вы Как-то Как-то Оказались Вовлечены В эти Отношения Которые Не Являлись Для Вас Чем-то Хорошим Чем-то Правильным Чем-то Ну Несущим В пользу В пользу Для Вам И Важно Понять По крайней Мере Вам Для Себя Почему По какой Причине Вы Оказались Вовлечены Во все Это И В будущем Важно Прогнозировать То есть Не позволять Ситуации Поворачиваться Вот Таким Обратом К Вам Чтобы Не оказываться В таком Положении И Постарайтесь Пожалуйста Не забывать О том Что Неопределенность Которая У Вас Сейчас Это То Что Целиком И полностью Зависит Только От Вас То есть От Вас Зависит Насколько Определенно Будет Будущее И От того Как Вы Будете Себя Вести Поэтому Не бойтесь Преследовать Свои Интересы Не бойтесь Продвигать Свои Желания Не бойтесь Действовать Так Чтобы Вам Было Хорошо Потому Потому Что И Мужчина И Его Жена Думают О себе А Вы Получается Сейчас Думаете О том Что Он О Вас Думает Что Не является Чем-то Правильным Если Вы Боитесь Того Как Он Может Повлиять На Вас То С Этим Нужно Сбираться Отдельно Например Как Именно Он Может Повлиять На Вас Что Именно Он Может Сделать Какой Негатив Причинит И Почему И Постараться Последовательно Путем Анализа Путем Изучения Свести К Минимуму Все Возможные Негативные Последствия Для Вас Вы Сами Вот Можете Спрогнозировать Сейчас Что Будет Дальше И Как Ведет Себя Мужчина Будет Вести Себя Мужчина По Отношению К Вам В Зависимости От Того Какой Он Человек Если Эгоист Это Одно Если Вспыльчивый Это Другое Если Там Спокойный И Средневен Семерец Это Третье Если Он Нервный То Это Четвердое И так Далее То есть Просто Представьте Себе Что Человек Оказался В критической Для себя Ситуации Ситуации Стресса И Именно От Его Качеств Зависит То Как Он Будет Вести Себя В этой Ситуации В Стрессовой Ситуации Я имею Ввиду И Опять же Здесь Кроме Вас Лучше Никто Не сможет Сказать Как Будет Вести Себя Мужчина Потому Что Вы Его Знаете А Не Мы Его Не Знаем Либо Вам Здесь Нужно Дополнять Свой Вопрос Больше Информации Про Него Либо Обращаться Лично К Выбранным Вами Экспертству И С ним Уже Прорабатывать Более Подробно Все Моменты Все Аспекты В том числе И Вашу Мотивацию Потому Что Когда Вы Спрашиваете О том Что Он Сейчас Делает Проклинает Он Меня И так Далее Это Говорит О Значимости Для Вас Его Реакции Вопрос В том В каком Контексте В контексте Личных Отношений Это Происходит Или В контексте Трудовых Рабочих Отношений Происходит То есть Что Для Вас Наиболее Значимо И Почему И Как Сделать Так Чтобы Эта Значимость Не Мешала Вам Продвигать Свою Линию Поведения Вот Что Важно И Здесь Требуется Несколько Снизить Несколько Принизить Значимость Того Что Имеет Для Вас Сейчас Большое Значение Потому Что Если Большая Значимость То Это Гипермотивация Сверхмотивация Сверхмотивация Прорастает Не Завсем Правильные Неверные Поступки Коберия Приводит К ошибкам И Как следствие К негативным Результатам На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если У вас Остальные Дополнительные Вопросы Пишите В личку Я вам Помогу Если Понравился Мой ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Если У вас Появится Желание Написать Дополнение К своему Вопросу Пожалуйста Опять же В личке Дайте мне Знать Об этом Чтобы я Прочитал Это дополнение И Ответил вам На него Желаю Всего Доброго Удачи И Стойкости Потому что Ситуация В любом Случае Не разрешится В ближайшем Время И Мужчина Даже если В лучшем Случае Будет Вести себя С вами Хорошо То Как-то Позитивно И Бесконфликтно То Все равно Я бы рекомендовал Вам не расслабляться И Сохранять Бдительность И Наблюдать За ним Потому что Вполне вероятно Что он Вам Такого Не простит Хотя По большому счету Еще я повторю Вы не знаваты Но Если Ваш Мужчина Эгоист То Он Живет В своем Мире И Этот мир Для него Является Единственным Правильным Удачи вам Всего доброго